Мы будем бороться за права предпринимателей простых пассажиров. С таким заявлением выступили в Тверском автотранспортном союзе, комментируя задержание заказных автобусов, которые курсируют между областным центром и Кимрами. Подробности в нашем следующем материале выпуска. Вот такой неприятный сюрприз ожидал пассажиров этого автобуса вечером в понедельник. Уже на выезде из Твери машина была остановлена ГИБДД по просьбе сотрудников автотранспортного надзора. Мы предполагаем, что это регулярный маршрут, поскольку он двигается по расписанию, у пассажиров имеются билеты на проезд. Возбуждено административный производство по статье 11.33.4, то есть отсутствие карты маршрута регулярных перевозок. На транспортное средство наложен был арест. Водитель все обвинения отрицает, говоря, что все бумаги в порядке. Ну все в порядке же, все, и путевой лист, и все дела, я не знаю. Данные автобуса были арестованы, по нашему мнению, незаконно, с превышением полномочий. У нас позиция Верховного суда, основа, состоит в том, что изъятие транспортных средств недопустимо. В Тверском автотранспортном союзе отмечают, что по такой схеме работают многие перевозчики региона. То есть автобус подается на исходный пункт по мере продажи билетов. При этом для удовольствия пассажиров существует график примерного времени отправления транспорта. Осуществляем заказные перевозки и по договору фрахтования люди в кассе покупают билет и перевозим их в точке А, в точку В и застановок заказные перевозки. В качестве аналогичного примера Владимир Густав приводит рынок чартерных авиаперевозок. У самолетов тоже есть расписание, но никто не обвиняет такие рейсы, что они маскируются под регулярные перевозки. Что касается остановленных автобусов, то в данном случае пострадал не только предприниматель, но и простые люди. Мне в Кимр надо ехать. Я не смогу уехать больше из Твери в Кимр. Я живу в Кимр. Как? Вот благодаря вот этим товарищам, не знаю, кто это такие, я остаюсь здесь ночевать, что ли? А я собираюсь точно так же сделать свои дела в Кимрах и этим же Афит-экспрессом уехаться в Твери. Теперь планы все сурваны. Если этот рейс был незаконным, почему нельзя было его задержать еще на привокзальной площади? Возмущаются люди. При этом они отмечают, что автобусы именно этого перевозчика ходят по гораздо более удобному графику, чем регулярные рейсы Твери-Кимры. За день успеваешь сделать все дела и вернуться домой. Из Кимр выехал в 11.30 на этой же машине. Отсюда я успел на три часа. Я сделал свои дела и назад под высокую ходил ехать. Вместо этого граждане несколько часов провели на выезде из областного центра. Именно там, а не на исходной точке маршрута, почему-то решили устроить проверку сотрудники автотранспортного надзора. В результате автобус арестовали, а перевозчик был вынужден за свой счет нанять такси, чтобы все-таки отправить людей в Кимры. Поэтому в Тверском автотранспортном союзе намерены оказать свою помощь предпринимателю. Окажем юридическую помощь предпринимателям, то есть обратимся в суды различных инстанций, обратимся в службу уполномоченному по правам предпринимателей, и в том числе к руководству Ространснадзора, а также в прокуратуру, в следственный комитет. Сами перевозчики обращают внимание на то, что проверки проходят исключительно на одном маршруте. Заказные автобусы, отправляющиеся с Тверского автовокзала, сотрудники ведомства игнорируют. Неудивительно, что это наводит предпринимателей на мысль о коррупционной подоплеке. Тем не менее, они намерены отстаивать свои права. Ведь речь идет не только о предпринимательской деятельности, но и об обеспечении транспортной доступности районов Тверской области. Продолжение следует...